здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы разберем вот этот вот жилет снова рубрика по вашим просьбам жилет на самом деле очень простой единственное что я скажу сразу скажу по поводу пряжей спит то что это образец я эту пряжу не рекомендую на этот жилет потому что пряжа из aliexpress шерстяная общем нет это нет это просто образец узора вот здесь вот этой пряжей что касается жилета то я бы его связала мохером либо вот из серии ангор 500 600 метров два сложения либо любая другая ну чтобы достичь этого как бы плотности где-то 250 300 метров 100 граммах и толстыми спицами если его вязать так то он будет воздушными легким потому что этот я вижу вот в моих глазах он очень тяжелый чтобы добиться такой плотности да у нас там в образце 5 коз то есть на самом деле очень низкая плотность то коса у нас должна быть где-то на 10 сантиметров вот вот одна петля в одном с другой стороны лишь можно сделать и 7 коз ну в данном в данной модели у нас получается где-то около 10 петель 11 12 петель 10 сантиметров вот далее это по поводу плотности спицы 6 7 миллиметров пробуйте тоже пробуйте девчонки зависит от того как вы вяжете туго или не туго уберу вот эту спицу она тарахтин как зараза я не буду вам как бы сейчас вязать потому что жгут из 8 петель это понятно перед перед перемещаем слева направо потому что я считаю что эти узоры которые у нас экспресс мастер-класс и девочки смотрят те которые хоть чуть-чуть уже хоть что-то связали да не совсем новички я думаю жгут понятен единственное расскажу про вот эти вот промежутки так число петель у нас кратно 20 так число петель у нас кратно 20 вот 10 петель на одну косу и 10 на другой вернее коса у нас 8 петель и 2 тоже обе по 8 и по 2 изнаночные между ними что видно по схеме далее 1 2 3 4 5 6 ряд мы вяжем по узору вначале вот как лежат петли далее мы в седьмом ряду делаем переброс вот он слева направо 4 петли меняем местами далее вот вот эти вот промежутки я не рисовала просто потому что здесь нет смысла вот промежутки между вот этими петлями означает что все вязание идет по узору то есть все перебросы все абсолютно все у нас чтобы упростить этот как бы это вязание все перебросы у нас делаются через пять рядов то есть вот 7 я связала 8 9 10 11 12 я вяжу по узору как лежат петли и лицевой и изнаночный ряд в 13 делаю следующий переброс далее снова 5 рядов 14 15 16 17 и 18 и в девятнадцатом я делаю опять же переброс но только уже на второй косе вот она и снова 5 рядов 25 делаю переброс и снова вижу как бы начиная с третьего ряда вот что касается узора то есть чтобы не заморачиваться вот так вот упрощенный этот узор я считала вот здесь вот если у меня здесь раз два три шесть рядов это значит время делать переброс если смотрю здесь у меня два значит пришла очередь делать вот здесь вот сделаю два будет очередь этой косы то есть в шахматном порядке мы их чередуем вот зафиксируйте за скриньте этот узор вот теперь переходим к самой выкройке выкройка вообще прости просто проще простого девчонки набираем петли вот если на ширину которую вам нужно то есть вы измеряете по по себе вот ширину жилет этот большой такой объемный вот поэтому я и говорю что лучше его вязать из какой-то легкой пряжи толстыми спицами чтобы вязание было рыхлое чтобы вот чтобы он был как бы полегче внизу в резинка 5-6 сантиметров далее переходим на основной узор если вы попадете в плотность 10-12 петель в десяти сантиметрах то вам хватит 5 кос как в образце если не попадете возможно придется добавлять одну или две косы если 2 то по бокам распределить одна по центру получится если одну то вот две косы у вас будут вырез будет приходиться между косами не на косу а между косами далее вот я не вижу на фотографии я не знаю согласитесь вы со мной или нет я не вижу там скуса в плечах то есть там ровное вязание и не вижу там проймы если и вижу то буквально вот чуть-чуть вот так вот совсем чуть-чуть пару петель одну 3 напишем вас приблизительно потому что рукав там спущенный и спущенный очень хорошо и обвязан резинкой один на один тоже без никаких прибамбасом вот классическая резинка вот обвязка так значит мы связали резинку и далее мы идем до выреза вообще рекомендую связать как всегда рекомендую вязать спинку сначала вот вяжем спинку на длину на вашу длину то есть резинку и вяжем спиночку делаем вырез горловины небольшой чуть-чуть тут среднее количество допустим 15 петель и тут по одной все достаточно что касается выреза горловины бы здесь уже по спинке уже будете знать вашу длину и по спинке приложив на себя вы уже определите точку с которой вы будете начинать горловину здесь горловину здесь мы определяем количество петель плечах сколько вас осталось и это количество петель переносим сюда то есть ваше все вязание как вы разделяете и здесь убавляете то количество петель чтобы добиться вот этого вот числа чтобы плечо совпало одно и второе здесь а здесь если есть пройма то тоже мы ее делаем видите я но я там и про и правда не вижу я не знаю смотрите вы видите ли вы там пройму это в том случае если она есть если нет то просто количество петель делим пополам далее из от этой половины отнимаем число x и оставшиеся допустим если здесь 40 петель а здесь нам нужно чтобы осталось 10 отнимаем от 40 10 вот 10 петель нам нужно сократить далее по спинке отсюда с этой точке которую мы определили определяем количество рядов до верху и и количество рядов делим на вот это вот на 11 почему на 11 потому что между сокращением если у находите 10 надо сократить нам нужно добавить один промежуток потому что мы будем допустим вязать 3 ряда в 4 сокращать, если мы будем вязать, если мы будем, допустим, вязать 3 ряда в 4 сокращать, 3 в 4 сокращать, вот последнее сокращение, и там нужно еще 3 ряда как бы прорезать, чтобы это не было сокращения в последнем ряду. Поэтому мы делим на 11, не на количество сокращаемых рядов, а на промежутки между этими сокращениями, и тогда мы определяем в каком ряду мы будем делать эти сокращения, там я смотрю, там не в каждом ряду, там возможно придется делать 1 раз во втором, 1 раз в четвертом ряду, вот эти вот сокращения, ну приблизительно как бы по раскиньке. Далее, окружность, набираем петли на спицы, вяжем просто резинкой 1 на 1, нужную нам длину, то же самое, здесь тоже по окружности набираем петли, и вяжем высоту сколько мы хотим, ну понятное дело, что должно совпадать с этим, будет красивее. Вот, здесь у нас ведущая, закрываем в каждом втором ряду по 3 петли, и центральная петля ведущая. Подробнее вот этот вырез можно посмотреть в жилете, в моем видео, жилет мужской и жилет женский, ну в общем выложу под видео в описании. Все, девчонки, он на самом деле очень простой, вот, я думаю понятно. Ну все, мои хорошие, на сегодня все, с вами была Вика из Школы рукоделия, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok